Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Шакартхан. Сейчас коротко о главном. Председатель Сената Парламента Республики Казахстан в Семее. Свою рабочую поездку он начал в совещании в университете имени Алихана Букихана. В Семее собрались потомки Мухтара Ауэзова. В этом году исполнилось 126 лет со дня рождения писателя. Прошел областной форум отцов. В его рамках состоялась лекция имама Нурлана Байжигитула, известного как Нурлан Имам. Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев посетил область Абай. Свою рабочую поездку председатель начал в совещании в университете имени Алихана Букихана. В совещании приняли участие Акимобласти Абай, депутаты всех уровней, а также представители общественности. В ходе совещания Акимобласти Нурлан Уранхаев отметил, что сейчас реализуется комплексный план развития нашей области. За короткий срок утверждено 102 мероприятия с объемом инвестиций пятилетнего плана на 1,9 триллиона в тенге. Охвачены все крупные социальные проекты – промышленность, сельское хозяйство, туризм, ЖКХ и дорожное строительство. Депутаты областного маслехата рассказали о последствиях Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Они предложили председателю Сената создать специальную экономическую зону в области Абай. Необходимо обсудить вопрос создания специальной экономической зоны. Привлечь инвесторов в медицинский кластер. Также необходимо возродить легкую пищевую промышленность и использовать потенциал реки Эптыж в рамках БРИКС. Созданный в 2021 году общественный фонд «Полигон-21» произвел сбор подписи населения с обращением президента на внесение изменения в закон о Семипалатинском ядерном полигоне. Для дальнейшей работы председатель Сената попросил разработать и представить проект по этому вопросу. Маулиан Ашимбаев отметил, что перед парламентом стоит задача рассмотреть ряд законопроектов. В соответствии с посланием главы государства в дальнейшем парламенту необходимо будет принять ряд важных законов. В их числе новые налоговые, бюджетные, градостроительные и водные кодексы. В целом с начала года принято множество законов, направленных на повышение качества жизни граждан. Отдельно можно отметить социальный кодекс, в рамках которого были определены новые механизмы повышения социального благосостояния населения. Визит спикера Сената продолжился в университете имени Шакарима. Он принял участие в научно-практической конференции «Шакаримовские чтения» и встретился с представителями интеллигенции. На совещании с участием председателя Сената были подняты актуальные вопросы, положительно влияющие на социально-экономическое развитие области. Местные депутаты отметили, что область Абай – это духовная столица страны. Им было поручено разработать конкретные проекты по всем предложениям, озвученным сегодня. В рамках визита спикер Сената встретился с коллективом Центра абилитации и реабилитации для лиц с инвалидностью, который был открыт в феврале этого года по поручению главы государства. В центре проводятся все социально-реабилитационные виды услуг, также инвалиды 1, 2 групп и дети от 1 до 6 месяцев могут получить восстановительные реабилитационные услуги. В центре имеется медицинский и педагогический персонал. В настоящее время у нас в центре получают услуги 93 пациента. В целом общая вместимость центра 150 пациентов. Сегодня число больных увеличивается с каждым днем. В настоящее время у нас проходит реабилитацию 48 детей и 43 взрослых пациента. Маулина Шумбаев ознакомился с деятельностью коммунального предприятия «Тепло Коммуненерго». О подготовке области Абая к отопительному сезону рассказал заместитель Акима области Дмитрий Гориков. Мы в этом году меняем 48 километров линий наших теплосетей, которые были изношены на 68%. В целом по городу у нас проводится капитальный ремонт пяти участков тепловых сетей и ЦТП. Практически по ним по всем также работы проводятся. Часть из них уже поставили на промывку. Уже на сегодняшний день неопрессованные работы заканчиваются. На заседании коллеги Генеральной прокуратуры с участием руководителей профильных министерств рассмотрено состояние законности в сфере охраны лесов. Открывая заседание, Генеральный прокурор Беря Косылов подчеркнул важность данного вопроса. В Казахстане занято лесами всего около 5% от всей территории. Пожары и неконтролируемые рубки леса на фоне низкого естественного прироста приведут к еще большему его сокращению, отметил Генеральный прокурор. За пять лет произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 миллиардов тенге. Генпрокурор также указал на снижение выявления административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса. В ходе совещания был выработан ряд предложений для уполномоченных органов. Последние два года самими крупными, конечно, были пожары в Кустанайской области и области Абай. В этих регионах буквально в течение одного года уничтожено свыше 100 тысяч гектаров живого леса. Эксперты говорят, что для их восстановления нужно не менее 50-70 лет. Департамент по чрезвычайным ситуациям и лесной природный резерват семьи Урманы провели совместные учения по тушению пожаров в лестничестве Каштаг. Для переселения жителей за непосредственные угрозы населенному пункту привлекались местные исполнительные органы и сотрудники департамента полиции. Всего более 30 единиц техники. С начала года в области Абай было зарегистрировано 182 лесных пожара, ущерб которых составил более 1 миллиарда 350 тысяч тенге. Во время летнего пожара сгорело 60 тысяч гектаров лесных массивов, погибло 15 лесников. Для предупреждения пожаров созданы 15 мобильных групп с участием сотрудников гражданской обороны, местной полиции и резервата. Группа провела 358 рейдов и привлекла к административной ответственности 40 человек. Наложен штраф на общую сумму 2,5 миллиона тенге. Основная цель данных учений – проработка поручений государственных учреждений по взаимодействию в случае пожара. Главное – это знать, какую технику задействовать, какими средствами и какая техника подготовлена к тушению лесного пожара. В семье открылся новый жилой комплекс комфорт-класса «Ситека Стар». Это многоквартирный 9-этажный жилой дом современного стиля постройки. Главным плюсом жилого комплекса является продуманная планировка квартир, которая позволяет скорректировать жилье под свой вкус. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на новый дом – это качественная отделка фасадов, современный стиль постройки, а также удобные и красивые подъезды. Жилой комплекс «Ситека Стар» находится на левом берегу города по улице Физкультурная 4А. Менеджер отдела продаж Айнаш Зейнульна рассказала, что дом уже ввели в эксплуатацию. Преимущество нашего дома является тем, что у нас есть дизайнерский холл, также фейс-айди домофоны. То есть все по новым технологиям, не нужно с собой таскать ключи, можно через глазной зрачок открыть домофон, попасть в входную группу. Также у нас есть большая парковочная зона. На территории жилого комплекса имеются детская и тренажерная площадки, зона отдыха, а также зеленое насаждение. По всему периметру дома установлено видеонаблюдение, освещение и ночная подсветка. А на крыше жилого комплекса размещен логотип компании «Ситека». Сейчас владельцы новых квартир проводят в своих домах ремонт. Сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире, 90 квадратных метрах. Квартира выполнена в свободной планировке, что позволяет хозяевам квартиры выполнить ремонт под свой стиль. Например, вот эта кухня была кухней студии, но теперь хозяева квартиры сделали ремонт под свой дизайн. В этой части дома у нас находится совмещенный санузел. Здесь детская комната, а здесь уже спальня, где имеется утепленная лоджия. Зимой здесь можно будет проводить время. Строительство дома начали в августе прошлого года и завершили в сентябре текущего года. Стоимость квартир начинается от 11 миллионов тенге. Максимальная стоимость жилья – 29 миллионов тенге. У нас имеются однокомнатные, двух-трехкомнатные квартиры. Клиенты, которые получили одобрение через банк, ипотируются через банк «Центр кредит», от «Массобанк», также «Фридомбанк». Например, новые покупатели могут обратиться также к нам в отдел продаж и подать заявку во «Фридомбанк», «БЦК», «Банк Центр кредит» и также от «Массобанк». По всем вопросам граждане могут обратиться в отдел продаж по адресу улица Мангельк-Ель, 26, 125 кабинет. Бутагуз Дандыбаева, Нурвана Розалин, телеканал «Семей». В этом году исполнилось 126 лет со дня рождения Мухтара Уэзова. Потомки писателя собрались вместе, чтобы отдать дань уважения своему знаменитому предку и месту, где он родился. В рамках мероприятия также был отмечен 80-летний юбилей государственного и общественного деятеля Мурата Мухтаровича. Потомки писателя Акимобласти Абай Нурлан Уранхаев и представители интеллигенции возложили цветы к памятнику Мухтара Уэзова. Внучка ученого Азифа Алуа Уэзова говорит, что поддерживать связь поколений с родным краем, знать его историю и их долг. Она отметила, что была рада знакомству со страницами архива колледжа имени Мухтара Ауэзова с местом, где трудились ее бабушка и дедушка. Для нашей династии, для наших внуков и детей быть потомками Мухтара Ауэзова очень важно. Когда наши дети родились, мы жили в Голландии и изначально разговаривали с ними только на казахском языке. Мы старались, чтобы они знали свой родной язык и любили казахскую литературу. Также Алуа Ауэзова наградила студентку Назгуль Симбаеву нагрудным знаком «Лучший Ауэзовец». Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова тесно связан с трудовой деятельностью писателя. Учебному заведению, где обучались представители казахской интеллигенции, в этом году исполнилось 120 лет. Учебное заведение играет большую роль в популяризации наследия Мухтара Ауэзова. День рождения Мухтара Ауэзова мы традиционно отмечаем с большим размахом. В этот день у нас организовывается очень много мероприятий. Мы вспоминаем наши достижения за год. Вместе с тем мы никогда не забываем большой вклад Мухтара Ауэзова. В рамках празднования 80-летия Мурата Ауэзова состоялась презентация книг Фатимы Габитовой «Уртингдеюнгенгуль», а также Мурата Мухтаровича «Хазакруха». На самом деле, одну из этих книг я успел прочитать и законспектировать. Вторая пришла только сегодня, и я успел ее только посмотреть. Хочу сказать, что в этих книгах описаны значимость национальной духовности, менталитета и честность. Мы надеемся, что эта книга станет очень ценной для казахской страны, потому что в этой книге, состоящей из шести частей, расписаны священные вопросы. В книге описаны различные темы – это культура и дух казахов, отношения между казахами и китайцами, мнение интеллигенции Алаш, уважение к родителям. Рахим Галику Мухаммед передал Шагангуль Жанаевой послание от Мурата Ауэзова. Он прочитал всем приветственное письмо ученого и выразил искренние пожелания. Мурат Ауэзов специально провел презентацию своих книг на земле Абая, чтобы выразить свое уважение к историческому краю. Рахим Галику Мухаммед в свою очередь подарил коллективу педагогического колледжа 150 экземпляров книг. Первая книга будет посвящена Габитовой Фатиме Зинулиновне. В этом году исполняется 120 лет со дня ее рождения. Она здесь преподавала, она была хорошим человеком и почетным учителем. Вторая книга посвящена жизни Мурата Ауэзова. Визит продолжится в Абайском районе. Это событие, объединившее интеллигенцию, несомненно останется в истории. Региональный форум молодых отцов впервые прошел при организации управления социального развития области Абай и молодежного ресурсного центра Абай-Жастара. В рамках форума состоялась лекция имама Нурлана Байжигитула, известного как Нурлан Имам, пленарное заседание с участием отцов, добившихся успеха в различных сферах, эстафета между семьями, а также семинар-тренинг для молодых отцов. Форум отцов состоял из четырех частей. В первой части состоялось пленарное заседание на тему преемственность поколений, в котором приняли участие главные мам нашей области и известные специалисты региона. Они прочитали познавательные лекции и поделились своим опытом. Вторая часть была посвящена семейным ценностям, третья часть называлась учебно-семинарским тренингом, а четвертая часть – эстафеты «Отец и ребенок». Молодые отцы из разных городов и регионов участвовали в различных играх со своими детьми. Целью форума, организованного впервые в нашей области, является пропаганда роли отца в семье и обществе, привития семейных ценностей молодежи. Форум молодых отцов организуется впервые в области Абай. В форуме молодых отцов могут принять участие отцы в возрасте до 35 лет из районов и городов. Основная цель, конечно, раскрыть роль отца в обществе и в семье. Для обучения современной молодежи, молодых отцов, мы приглашаем специалистов, спикеров. Так как форум молодых отцов проводится впервые в области, мы уделяем внимание национальным ценностям. Поэтому могу с большой уверенностью сказать, что это станет одним из наших традиционных мероприятий. На форуме популярны в социальных сетях имам, победитель номинации «Человек года». Специально приглашенный гость из Астаны дал советы молодым отцам на тему семейных ценностей воспитания детей, в том числе роли отца. Отцы играют важную роль в жизни детей. Мы хотели показать роль отца в обществе. Отец – это не только человек, который что-то приносит, не просто кормилец семьи, он глава семьи. Наши мамы – это их тыл. Большинство из нас помнят статус наших отцов, то, какими были наши отцы, их поведение, поза, внешний вид. Но, к сожалению, мы начали забывать это. Наша цель – выявить эти вещи и создать личный образ отцов. В форуме приняли участие около 60 молодых отцов нашего региона. Это квалифицированные специалисты, работающие в различных областях и образцовые отцы. Участники проанализировали социальные и семейные ценности и поделились своим опытом. В рамках форума был поднят ряд вопросов, волнующих молодёжь и даны ответы на них. Сегодня мы впервые посетили подобное мероприятие. Форум отцов организован областью Абай. Среди участников я самый молодой отец, поэтому немного волнуюсь. Считаю, что форум будет особенным. Я жду от этого форума результатов. Хочу, чтобы те темы, которые мы поднимаем, реализовывались в жизни. В социуме есть разные отцы. Надеюсь, что наши предложения дойдут до общества. Поведение отца, личность, отношения с окружающими отражаются в глазах ребёнка. Сыновья и дочери растут, подражая своим отцам. Поэтому поведение отца имеет особое значение для будущего ребёнка. Форум, на котором обсуждались столь важные темы, был очень полезен для молодёжи. Также форум молодых отцов вошёл в число традиционных мероприятий региона. Ассель Айдар, Аслан Нирцпаев, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей». В «Семее» прошла церемония награждения победителей международных соревнований, обладателей чёрных поясов. Организатором мероприятия выступила Федерация каратэшенки Окушинкай области Абай. Подробнее в сюжете. Открытый международный турнир по каратэке Окушинкай проходил с 3 по 4 июня в Стамбуле. На соревнования приехали порядка 500 спортсменов из 19 стран мира. Область Абай представляла 6 спортсменов. Отмечается, что спортсмены показали отличные результаты и завоевали 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. В настоящее время Федерация шинкё-кошинкай каратэ области Абай активно развивается. В области Абай каратэ шинкё-кошинкай занимаются около тысячи подростков и детей. Выражаю благодарность всем гостям, которые пришли сегодня. Также выражаю особую благодарность управлению физической культуры и спорта области Абай, отделу физической культуры и спорта города Семей за организацию подобных мероприятий в нашей области, городских, областных, республиканских соревнований. Кроме того, в этом году с 21 по 23 июля в городе Алматы прошел чемпионат Азии по каратэ шинкё-кошинкай среди детей и подростков. От области Абай в соревновании участвовало 28 спортсменов, 14 из которых получили призовые места. Копилка медалей области пополнилась 3 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Я думаю, что теперь нужно поднимать статус нашей области. Мы должны поддерживать наших молодых спортсменов. Нужно, чтобы о наших спортсменах узнавали, а также поднимать дух каждого спортсмена. Одной из получивших призовое место на соревнованиях в Стамбуле стала Назамдаутбекова. По словам спортсменки, она с детства интересовалась боевыми искусствами, такими как каратэ и тэквондо. Но выбор все же пал на каратэ. Заниматься этим видом спорта предложил отец девочки. Я получила второе место на соревнованиях в Стамбуле и третье место на чемпионате Азии. Занимаюсь каратэ с детства уже 8 лет. Мне очень нравится этот вид спорта. Я рада своей победе. Помимо церемонии награждения победителей международных соревнований, прошла церемония вручения черных поясов 13 тренерам, которые ранее прошли экзамен дан тест на повышение квалификации. Малика Мухтарова, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей. Это были все новости к этому часу. Всего доброго.